всех приветствую на своем канале спасибо что нажали на мою обложку мне безумно приятно и сегодня свое видео я полностью посвящаю ювелирке ведь я помешана на ювелирке люблю изучать ее со всех сторон все расставлять по ювелирным полочкам также иногда я люблю так изнутри посмотреть все но у меня появился запрос а меня попросили показать как я сочетаю ношу свои украшения бижутерию также в том числе также меня попросили спросили сочетаю ли я в своем ювелирном гардеробе например белое и желтое золото как я к этому отношусь и вот сегодняшнее видео полностью посвящаю своему ювелирным этикету как это принято называть для начала я хотела бы отметить что существует такое вот правило трех украшений кто-то следует этому правилу кто-то не следует но она есть я ему слегка следую но иногда конечно же нарушаю эти правила и всем советую нарушать правила так вам будет легче жить что же такое вот это вот правило трех украшений то что нужно надевать на себя не более трех таких вот элементов ювелирных изделий например кольцо браслет и серьги или серьги колье и браслет и или например часы серьги и брошь но я сегодня вот даже нарушила это правило я по идее должна была надеть серьги брошь и браслет или кольцо а я надела и кольцо и браслет то есть на мне 4 элемента но ничего страшного просто ведь это видео посвящено именно тому как я ношу украшение так вот эти браслеты на мне практически всегда и вот эти кольца тоже они нам не всегда каждый день я просто меняю например серьги сюда и могу сюда цепочку какую-то надеть ну это вводная такая часть мне очень нравится все таки иногда хочется вот этой вот страсти и гривости красного цвета как я буду вот как я представляю план этого видео то что я сначала обращу внимание на базовые элементы аксессуары покажу свои серебряные базовые элементы также как я сочетаю серебро например и белое золото также какие у меня золотые элементы да вот здесь вот у меня серебро здесь у меня мои золотые ювелирные изделия также не обошлось без бижутерии то есть как я сочетаю золото и бижутерию и также покажу ношу ли я белое желтое золото как я сочетаю два этих цвета и для начала вот хочу отметить что также неотъемлемая частью вот этого вот образом я тоже об этом иногда думаю то что нужно обращать внимание тоже какие часики если вы их носите сейчас разные представлены часики но все-таки есть такое вот понятие у меня для того чтобы не было каких-то спорных элементов есть такие вот часики ретро касио но покупала и не таких давно не черного цвета и причем их можно надевать и с серебром и золотом из любой бижутерии они на любой случай также у меня есть если я надеваю полностью золото например желтое есть такие часики покупала в австрии очень интересные вот такие вот здесь чтобы определить время нужно сложить все цифры верхние это часы если сложить все светящиеся нижние то будет минуты это бренд о а и трэнс трэнс нет за ван забыла уже марку вот эти вот часики они очень интересные это одни из моих любимых часиков я где-то лет 15 назад в основном носила вот золото и поэтому эти часики как никогда подходили это любимые часы были сейчас вот в основном кассию черные ношу но они очень хорошо сочетаются с золотом а именно желтым обожаю люблю советую также у меня есть такие ретро часики их отдала мне моя мама это от завода луч вот такой вот ретро стиль но они очень элегантные очень красивые и подойдут знаете под какое золото тут и желтое и розовое и даже под какую-то медь подойдет они очень изящно смотрятся на ручке вообще все мои украшения вы видели поэтому в видео только буду демонстрировать на себе все просто часики покажу также если вы сочетаете в своем гардеробе и белое и желтое золото или белый и желтый металл то подойдут вот такие вот часики то есть здесь два металла это причем бренд очень такой бюджетный q&q кварц вот такие часы причем здесь вот резист сопротивление воде на 30 метрах есть еще у меня часики покупала в литве но они швейцарские очень невероятные вот такие вот здесь была кожа пони ремешок но она износилась и стерлась так как мне их покупали когда мне было 18 лет а уже прошло как-никак почти 20 лет и пришлось поменять ремешок на такой белый если одеваю серебро и надо какие-то нарядные часики не кассу я одеваю эти alfix швейцария очень качественные часы здесь все качественно так вот не поцарапалась ничего конечно швейцария есть швейцария ну вот четыре часа часов я вам показала не знаю почему я с них начала дело в том что я не поклонник часов уже такие вот современные часики я еще не ношу в основном я ношу на каждый день вот эти вот кассио обожаю такой вот стиль еще хочу серебряные кассио или золотые даже манит меня также иногда я добавляю свой образ заколки в зависимости от того что я надела это серебро или золото вот если серебро отдела то такая вот у меня резинка есть золото то такая резинка также у меня из алиэкспресс любимые заколки все хочется какой-то более нарядный такой образ а то вот такая вот золотая поджелтое золото заколка крабик есть и серебро то вот такой вот цветочек готический какой-то и конечно же я люблю вот эту вот резинку покупала у нас есть такие магазины silver moon и там бижутерия сталь все остальное и там вот я купила такую резинку очень люблю иногда даже так ношу когда браслет чтобы всегда собой была какая-то резинка вот такие вот у меня аксессуары которые добавляю к украшениям но теперь непосредственно перейдем к украшениям сегодняшний образ вы видели это бижутерия женави то есть здесь сплав покрыты серебром камушки сваровский кристаллы также вот такая вот брошь это тоже женави но это ответвление у женави это у них есть под бренд вики и вот это вот такая вот из коллекции маски брошь очень я люблю также кольцо и лир из коллекции женави и сочетаю видите вот это все бижутерии и я сочетаю с двумя серебряными колечками одно украинское серебро другое это наш белорусский завод зорко такая вот типа оля камея только без камня вот такие вот украшения теперь не знаю выдержит ли мои уши я буду вот так вот кадрами вставлять и объяснять начать естественно я хочу со своих серебряных базовых наборов потом перейдем к золотым базовым набором и непосредственно как я сочетаю белый и желтый металл вот так вот все просто и понятно теперь никак я не могу перейти для меня это несколько минуток для вас секунда буду показывать серебряные украшения базовые на каждый день это можно сказать поседневные украшения и так переходим к главной части и так поехали мое первое такое вот достояние самый мой любимый набор это украинский набор это сережки и колечко в одном стиле на сережках написано нью-йорк мина милана париз так и написано здесь fashion time вот сегодня у нас fashion time время моды немножечко скрипит мой стул я подобрала волосы чтобы все было видно и также я дополняю вот такой вот обычной серебряной цепочкой якорного плетения обожаю длину 40 см или 38 это идеальная для меня длина также камея всегда со мной и браслеты об этом я уже говорил вот такой вот базовый набор и к нему можно докупать какие-то украшения если вам нужно можно недопокупать он сам собой стильны вот так вот я надеваюсь каждый день мне очень нравится вот так вот переходим к следующему но хочу отметить что цепочки можно менять можно конечно же одеть вот такую вот цепочку плоский снэйк тоже будет неплохо смотреться она тоже базовая если вы не любите цепочки а любите колье хотите так вот все таки помодничать то у меня есть и базовое колье могу посоветовать вот в таком дизайне мне очень нравится такое вот колье и еще можно конечно же на алиэкспресс купить вот такую вот цепочку тоже с двумя вот такими вот кружочками это сейчас актуально до сих пор и тоже такая вот цепочка подойдет она очень бюджетная очень копейки стоит на алиэкспресс еще очень удачно у меня есть колье я может быть еще и это все примере вам с другими сережками базовыми вот такой вот колье тоже подойдет можно даже 2 2 цепочки кто кто любит я знаю что многие женщины любят вот такие вот сочетания также один из моих древних наборов это вот такой вот серебряный набор из сережек и колечко которая мне большевата очень мне нравится вот это вот форма лодочки это огранка камня это серебро и также заявлено на бирке что это цирконы но ювелир проверил это далеко не цирконы это фианиты и опять же я любимую свою тему подымаю очень люблю когда вот так вот пишут на бирках цирконы это природный камень самом деле это фианиты искусственный синтетический камень фианиты я очень люблю и вот они здесь в сережках тоже очень хороший набор и он комплиментарные у меня даже спрашивали и делали комплименты этому набору вот он застряет внимание еще я поклонница черных камней поэтому меня еще докуплено вот такое вот колечко тоже черное я очень люблю когда на ручке несколько колечек с черным камнем ну третье кольцо черным камнем это тумач а два очень даже неплохо разная огранка одна лодочка другая круглая огранка опять вот это кольцо фэшн тайм цепочка серьги все уже как-то вот собранный образ строгие кто не любит вычурная приходим к следующему наборчику также очень люблю комплекты вот в данном случае это серебро с тремя дорожками причем здесь сережки они с тремя дорожками они турецкого производителя и колечко тоже с тремя дорожками от турецкого производителя но так как я хотела вот докупить что-то еще к этому наборчику то я купила вот такое вот то есть такой вот кулон и вот отдела на свою эту базовую цепочку вот поверьте вот если вы купите цепочку якорное плетение вы выйдете из любой ситуации она выигрышно смотрится и даже с вы черными серьгами с вы черным браслетом вот если вы любите украшения конечно же но я люблю и мне кажется вот этот вот кулон тоже с тремя дорожками это уже российский производитель причем бирюза такой есть производитель и вот я докупила очень все хорошо на мой взгляд сочетается так вот уместно минималистично но так как я не минималист до макушки головы то я дополнила еще вот таким вот базовым керамическим кольцом с фианитом тоже это бренд бирюза как и кулончик и тоже вот смотрится очень даже достойно вообще люблю этот комплект причем вот этот комплект а из с тремя дорожками он выглядит как белое золото и вы даже у меня есть колечки из белого золота я даже вам продемонстрирую вот как я сочетаю белое золото я могу надеть обручалку вот такое вот из белого золота с бриллиантом и будет хорошо сочетаться ведь серебро покрывают родием даже как и белое золото поэтому не отличишь никак этот металлический блеск что вот это покрыто родием что это колечко почему белое золото покрывают родием если стиль сотрется этот слой роди это белое золото будет цвета шампань ну она как-то красивее блестит это я фокусирую на колечке и вот так вот смотрится белое золото никто не заметит можно даже сказать что это все весь набор белое золото потому что три дорожки это распространенная практика также у меня есть кольцо вот такое вот господи спаси сохрани из белого золота тоже сочетается с белым золотом все чудесно вот самый главный то есть я сочетаю серебро и белое золото но именно чтобы они были в одной цветовой гамме опять одеваю фэшн тайм и переходим к следующему наборчику вот осталась я в этих кольцах они базовые и решила продемонстрировать вам на себе вот эту вот цепочку плоский снег обожаю ее серегами украинского производителя мне так нравится их название я даже запомнила капучино есть еще американо еще есть кольцо термису которые я не смогла купить его купили и вот так вот смотрятся эти серьги они побольше моих базовых предыдущих но смотрится как базовые они как-то вот добавляют какой-то игривости вот у меня вьющиеся волосы и такие завитки тут завитки типа пенка капучино тут вот этот вот вот это вот колье цепочка все замечательно кстати чтобы дополнить эти серьги не обязательно иметь кольцо термису от украинского производителя можно надеть вот наши белорусский завод зорка делает чудесные минималистичные кольца и вот такое вот у меня кольцо есть она базовая да она очень удобная вот на этот пальчик отдела и хорошо сочетается вот супер на мой взгляд так стильно минималистично но без своих браслетиков я пока видите в браслетиках люблю их ну вот так вот смотрится также если хочется какого-то полета и гривости можно надеть вот такое вот колечко побольше чтобы как-то акцентировать внимание и вместо этой керамики черные можно надеть вот такое кольцо у меня турецкое есть она стильная красивая и тоже базовая очень удобная люблю его и вообще я всегда ношу обычно вот кольца на этих пальцах это вот мне так удобнее я вот на каждодневной основе вот так вот все ношу показываю как в жизни все ношу также в последнее время вошли в моду вот такие вот сережки зажимы у меня они тоже есть опять же белорусского завода зорка покупала в ювелирной сети зика просто мне нравилась эта коллекция называлась deep and forest далеко в лесу она такая какая-то с элементами готики у меня несколько комплектов из этой вот серии украшений и вот эти мне нравится там еще было кольцо вот именно к этим сережкам зажимом и был браслет вот насчет браслета я думаю еще он в продаже а вот кольцо не хочу она будет цеплять и вот я даже сняла кольцо вот такой вот типа минималистичный стилю но все равно мне так и хочется одеть вот на этот пальчик керамику и будет смотреться более так интересно но вот кто любит зажимы тоже вот прям базовые сережки а сейчас перейдем к такой базе база всем базам это сережки пуссета с бриллиантами я кстати специально отдела черное платье потому что с черным платьем смотрится чудесно все украшения золотые серебряные естественно если у меня платье с элементом золотым то я одеваю именно золотые изделия если платье с элементами серебряными или оно такое вот серебристы у меня есть такое платье то я одеваю надеваю серебро ну и вот они пуссета легендарные уже немножко покраснели мои ушки очень они конечно избавляют от проблем при подборе например сережек колье если колье вычурное то естественно лучше надеть именно обычные пуссеты они все-таки должны быть можно купить подешевле не с бриллиантами белом золоте а серебряные сейчас чудесные есть пуссеты особенно рекомендую присмотреться к пуссетам с фианитами сваровски не кристаллами сваровски а с фианитами сваровски они скоро станут редкостью я к ним неровно дышу даже сама задумывалась о том чтобы купить себе пуссеты с фианитами сваровски но вот так вот смотрится мои пуссеты они необычного такого дизайна их также очень хорошо сочетать вот с этой вот цепочкой с алиэкспресс с двумя кружочками причем я видела что магазине зика есть белое золото именно в таком дизайне но все покрывается родием практически поэтому не отличишь белое золото от серебра это мое мнение ну естественно вот он минимализм колечко с маленьким бриллиантиком белое золото пуссеты белое золото бриллиантики вот она серебряная колье причем она турецкая томас сабо очень красивая вот я просто поклонница колье тоже вот люблю как они смотрятся на девушках женщинах вот можно вот так более фигурно сделать подчеркнуть эти косточки и все будет чудесно вот обычное черное платье и все заиграла снова красотой на мой взгляд но вдохновляют меня украшения для любителей минимализма эти вот пуссеты из белого золота с винтовым зажимом также вот это вот колье с двумя кружочками я знаю что много любительниц есть такого колье мне тоже нравится как она смотрится только я люблю покороче чтобы было 38 сантиметров тогда как-то более элегантно смотрится падает вот в эту ложбиночку и колечко с бриллиантиком вот он минимализм и браслеты обожаю вот это вот колье и решила вам его примерить чтобы продемонстрировать полную силу эта коллекция кстати у завода зорка я его ни в коем случае не рекламирую просто у них очень удачные базовые такие вот коллекции вот это illusion коллекция она вся базовая не знаю до сих пор ли она еще продается можно ли встретить от каталоги зика или зорка вот так вот выглядит это колье вот здесь вот даже есть вот этот вот фианитик и здесь фианитики также вот хорошо сочетается это серебряное колье с фианитами с этими сережками с белым золотом и кольцом и я нормально себя чувствую никаких у меня противоречий внутри нет также очень люблю свой базовый набор который меня выручает любой ситуации это вот такие вот классические сережки с фианитами это вот самое такое я считаю маркетинговое колье на леске с фианитиком причем мне очень нравится как смотрятся на женском теле именно вот эти фианитики знаю что еще делают такие вот то есть здесь наверное пробивают но зачем если можно купить колье на леске еще есть колье на таком силиконе но силиконом не рекомендуют покупать он желтеет у меня с ты резко ничего не происходит покупала в ювелирной сети 7 карат и диаманты и все чудесное также я дополнила вот эти вот фианитики здесь и здесь и и колечком вот это вот правило трех украшений колечко у меня причем серебряная с фианитом сваровски о котором я говорила сейчас фокусируется вот я сфокусировала вот как переливается этот фианит сваровский это мое одно из любимых колец она намного дешевле стоит чем которое я вам показывала бриллиант в белом золоте но сверкает не хуже очень люблю фианиты сваровски так долго за ними гнала также мне нравится как смотрится это колье на леске вот с этими сережками с али экспресс тут такой вот кубик рубик тоже с фианитиками или как называют на али экспресс это кубический циркони и там классы еще есть 3 а 4 а даже 5 а у меня есть колечко похоже вот на это с фианитами сваровски с фианитом одним и вот так вот смотрится тоже очень элегантно на мой взгляд также для любителей крестов у меня тоже есть предложение я любительница крестов мне даже есть видео моей коллекции крестов вот базовые классические сережки на мой взгляд и вот такой вот крестик это все российские производители ефремов совсем недорогой и вот мне очень нравится эти серьги и это колье причем у 7 карат есть еще в золоте такие вот серьги но я последние 10 лет люблю серебро поэтому у меня серебряные кресты также обожаю эти серьги и тоже отношу их к базовым потому что они сделают на мой взгляд любой образ стильным жалею что не купила еще колечко которая вот так вот смотрится на ручке да вот так вот но я его не купила потому что мне показалось что мне будет в нем неудобно на каждый день а я все-таки люблю каждый день носить серебро но вот надо было купить на какой-то выход может и понадобилось бы это кольцо для полного образа но в принципе вот я делаю обычную цепочку она особо не выделяется можно и без этой цепочки и вот эти серьги подчеркивают вот даже вот рельеф лица его изгибы очень удачные серьги это украинский производитель ну что ж поехали дальше также я очень люблю разные такие вот серьги зубцы чтобы они повторяли форму зубов там звериных как я понимаю клыков и вот такие вот сережки у меня есть они очень удачно смотрятся вот с этой цепью плоский снэйк сейчас покажу другую другого представителя своих зубьев вот другой представитель они какие-то более такие агрессивные обожаю это тоже российский производитель дэви они очень бюджетные то есть можно быть королевой и с бюджетными сережками но очень мне нравится вот у кого несколько проколов в ушке да я теперь дырочку называю в ушке проколом меня исправили и также еще очень важно что здесь с швенза с заниженным штифтом тоже буду правильно выражаться потому что меня поправили и я прислушиваюсь к вам и буду правильно профессионально выражаться так как я ведь заявила что я помешана на ювелирке буду стараться я не работаю в индустрии ювелирной но стараюсь во всем разбираться и вот можно на одно ушко одеть один такой вот зубец а на другое подлиннее зубец тоже будет смотреть почему я так одела потому что я одну сережку свою любимую потеряла это украинские производители называется это эти сережки назывались гутьера у меня одна осталась и мне тоже мои зрители подписчики посоветовали носить вот так вот то есть вот эту вот серьгу отдельно носить и вот тут я воспользовалась это получается асимметричная база если хочется побаловаться то здесь один зубец тут второй зубец и можно радоваться причем я видела мне очень нравится то есть когда вот американские кинозвезды они девать шикарное какое-то колье и вот серьги очень похожи вот на эту и я вот это увидела и мне захотелось воплотить на себе и я нашла легко у нас городе минске в сети ювелирных магазинов всем карат вот этих вот эти зубья очень легко и просто мне нравится и на каждый день и как-то так стильно вот она швенза с заниженным штифтом и получается что прокол в ушки не виден и серьга красиво лежит также здесь очень необычный такой вот замочек видите очень красиво на ушки сидит то есть необычные английский замок вот так же у меня не обходится моя серебряная база без флористики я люблю цветочную тему и вот я считаю этот набор от соколов очень таким вот именно базовым очень нежные цветочки тоже их можно обыгрывать от него как-то вот отталкиваться и покупать какие-то цветочки в колечках например вот у меня кольцо на заказ я сделала но в цветочной теме и также я дополняю вот таким кольцом розочка я покупала тоже в зика не знаю это зовут зорко или нет ну и конечно же это вечное кольцо с фианитом сваровские очень уместно смотрится иногда чтобы прибавить какой-то вот то ли готичности то ли какую-то дерзости в образе я вот этот цветочек вешаю на вот эту вот цепочку где идет сочетание черного родия и обычного родия то есть это серебряная цепь покрыта черным и обычным орудием очень люблю у меня даже есть браслетик и получается тоже базовый набор то есть все дружит друг с другом и сейчас я покажу еще два вида базовых цветочков именно сережек вот еще у меня есть на мой взгляд невероятные сережки от соколов флористической тематики причем здесь видите кружок не закончен очень они элегантные и мне еще подсказали что они в каком-то греческом стиле огромное вам спасибо и вот я делаю этот цветочек на цепочку получилось более так вот интересненько так более как я люблю выражаться дерзко сразу какой-то получается видно что человек как-то задумался как вот ему сочетать свои украшения и покажу еще мои любимые розочки от соколова вот они мои любимые розочки от соколова причем здесь вот такой вот чернёное серебро и есть еще у них золотом покрытые я не знаю почему соколова есть люди которые не любят у меня все удачно от соколова у них прекрасное покрытие которые не сходят поэтому я им доверяю очень сильно все украшения которые покупала я довольна их качеством причем мне нравится что они даже обычные серебряные вот такие вот бюджетные сережки они добавляют винтовой зажим как это у меня в моих пусетах с бриллиантами то есть вот посмотрите даже вот эти предыдущие сережки они вот с винтовым вот этим вот замочком это очень удобно они никогда не спадут с ушек и мне нравится сюда даже можно еще цепочку надеть или вот этот вот фионетик на леске и все будет чудесно ну что ж теперь можно перейти к золоту кто любитель золота присоединяйтесь если вы до сих пор меня смотрите и вот мой такой вот универсальный набор я уже ношу много-много лет это серьги 750 пробы покупала в бильнюсе очень удачные серии они подойдут ко всему также у меня такая цепочка из желтого золота 18 карат или 750 пробы если по-нашему это плетение попкорна очень удачная любой кулон можно повесить но я же показываю какие-то вот базовые наборы и решила и также я всегда одеваю вот эти вот корички с желтым султанитом который меняет цвет на розовый вот это кольцо это уже зовут зорко белорусский да и причем-то 375 проба выглядит как желтое золото а это 585 проба выглядит как желтое золото поэтому сочетала разные виды золота также могу очень легко и запросто но не очень меня это нравится просто у меня есть брасеты желтого золота но на каждый день я одеваю вот эти браслеты то есть здесь 375 проба золота вот такие два мальчика с бриллиантиками от белорусского забота зорко и вот такой браслетик love на каждый день то что надо и мне не хватает третьего кольца я могу одеть обычную бижутерию это я покупала бижутерию мэйсон пуарье инстаграмная бижутерия вот такой вот интересный узелок или могу так как это как бы потом розовое золото мне хочется все-таки побольше желтого золота могу одеть запросто бижутерию это уже тоже инстаграмный бренд kenzy dia кольцо джульетта уже покрытие стирается и она очень хорошо сочетается поэтому я сочетаю желтое дорогущее золото с бижутерией запросто я видите все таки я заморачиваюсь даже резиночку отдела золото чтобы мерить золото и посмотрите это уже у меня бижутерия под желтое золото от бренда kenzy dia к насколько помню очень кстати неплохая бижутерия инстаграм на лучше на алиэкспресс дешевле покупать но здесь вот очень интересные вот эти вот кольешки мне нравится как они сочетаются так как это изыскана и вот я могу легко сочетать бижутерию под желтое золото с кольцами вот этими вот 585 пробы 375 но выглядит как желтое золото и вот колечко бижутерия от бренда kenzy dia к джульетта все смотрится гармонично и если бы я увидел я бы подумала что это золото теперь перейдем к моему базовому розовому золоту ну вот мой любимый базовый набор от белорусского завода зорка я когда-то насобирала лом сдавая его и купила себе вот этот вот наборчик называется диадема он такой вот именно классический и я его редко ношу потому что я человек все-таки не классического склада и вот посмотрите здесь очень удачные все же сережки но мне не очень нравится вот именно такой винтовой замок здесь он такой немножко другой чем моих пусетах белых извините за такие подробности я сейчас объясню почему мне не нравится она и вот такое вот колье причем в сережках используется фианиты сваровски я случайно прочитала на бирках и и также я сочетать могу вот с этими браслетами как раз таки они из розового золота здесь 585 проба тут 375 я нормально к этому отношусь что разные пробы и могу одеть вот это кольцо я его не хочу одевать потом не сниму вот такой вот у меня под белое золото с бриллиантом то есть под розовое золото также вот бижутерия под розовое золото очень удачное тоже можно сочетать и обычное кольцо такое вот я его специально сделала заказала чтобы закреплять кольцо с бриллиантами которые дорогое вот так вот чтобы она не спала у меня с пальчиком вот так вот сочетаю могу вот эту даже брасетик одеть это исключение из правил то есть нить красная и все будет так интересненько смотреться вот почему я не люблю вот эти пусеты тут нужно вот этим вот аж в том попасть в два отверстия и не всегда удается попасть во второе отверстие поэтому как-то вот не очень удобно пользоваться поэтому лучше бы белорусский завод зорка использовал другой винтовой зажим как вот в моем серебре вот в этих сережках серебристых мне зажим больше нравится чем золотых намерилась я сережек так тяжело снимаются вот эти вот винтовые зажимы конечно это замочек очень такой удобный и даже чтоб немножко расслабиться чтобы вы расслабились зажгу свои палочки пола санта то есть у меня одна осталась так люблю видите она дымит ой так пахнет у тома форда есть кстати духи очень дорогие они с ароматом этих палочек пола санта по моему называется и беновое дерево так расслабляет вот этот дымок кстати можно очищать свое украшение вот этим вот дымком от например от тех кто примерял эти украшения продавцы консультанты трогали у меня все украшения я покупаю в магазине я приверженец того чтобы покупать украшение еще пока я зажигаю эту палочку пола санта хочу сказать вам объяснить почему я так люблю именно фианиты сваровский дело в том что фианитом сваровский придает именно бриллиантовую огранку и вообще сваровский выкупили вот эту технологию фианита в ссср вот в ссср же придумали фианиты то есть создали физический институт академии наук и назван фианит в честь физического института академии наук и вот сваровский выкупили эту технологию и стали придавать этим фианитом бриллиантовую огранку поэтому я очень люблю фианиты Сваровские, именно фианиты, не кристаллы, кристаллы тоже люблю, но фианиты особенно, и еще такая, есть особенность, что с 2021 года уже другим производителям Сваровские не продают фианиты, поэтому сейчас распродают остаточки. Вот такой вот наборчик еще у меня есть, вот такие вот сережки, это бижутерия Алиэкспресс, но очень качественная, ксюпинг, очень люблю эти серьги, они такие базовые, и вот у меня есть цепочка под розовое золото, она из розового золота 585 пробы, и также я ношу иногда, кроме этих браслетиков, еще одеваю вот этот браслет от Соколов, серебряный, который покрыт таким вот покрытием золота, розовое, и вот хорошо сочетается, тоже такой вот базовый набор, удачный, еще могу вот такой браслетик одеть, но один, без этих двух, и без этих, это уже бисмарк, просто один браслет, чтобы уже не было too much. Также хочу уделить внимание, вот как я сочетаю бижутерию под, например, вот у меня есть бижутерия под розовое и желтое золото с кольцами из золота настоящего. Так вот, мне очень нравится бижутерия Женави, именно этот набор Сильверетто, здесь идеальные серьги, идеальное колье, идеальное кольцо, и вот я сочетаю с этим вот браслетом, и все чудесно, хоть и too much, но очень так интересненько смотрится, кажется, что это золото, и я очень смело ношу, здесь прекрасное покрытие у Женави, и оно не связает этому набору уже, наверное, лет 10, и все чудесно, ношу очень часто, и тоже отношу к базовому набору. И напоследок хочу показать наборчик, где я сочетаю два металла, белый и желтый, причем серьги это бижутерия, цепочки это серебро и золото. Я обалдею от этого сочетания, то есть на одно ушко я одеваю крестик под желтое золото, это бижутерия, на другое ушко под серебро, причем это бижутерия New Yorker, вот двое, две пары сережек, очень качественный, хороший состав, здесь и цинк, железо, титан и жесть. В составе у меня нет никакой аллергии, очень удачные, ажурные такие кресты, я редко покупаю дешевую бижутерию, но это было исключение, очень она эффектная, на мой взгляд. И я люблю сочетать эту двойку вот с этой двойкой, то есть цепочка, я уже показывала, плетение Snake, плоский Snake и цепочка получается золотая 750 пробы, плетение Popcorn. Да, вот так вот иногда ради эксперимента могу позволить себе одеть серебро и золото, хотя мне не нравится, когда девушки иногда несочетаемые одевают вещи, например, брасет такой серебряный с камнями и какие-то серьги золотые, это как-то не сочетается, кроме исключения, когда белое золото и серебро. Это я допускаю, но я предупреждаю, строгих правил нет, как кому нравится, главное получать удовольствие от того, что вы носите. Но вот это сочетание мне понравилось, это я увидела у какого-то модного дома, что у них есть дорогая бижутерия, и прямо вот так вот и продают. Одна серега золотая, другая под серебро, и все неплохо так вот смотрится. Надеюсь, вам понравился мой обзор украшений, мой ювелирный личный этикет, как я все сочетаю. Все эти украшения я показывала в своих видео частями, то есть разбивала по тематикам, и вблизи показывала, и на себе, и вот просто решила показать, как я их ношу на каждодневной основе. Они не просто так лежат, пылятся, я их, поверьте, ношу на каждый день. Я все помню, очень их люблю, не просто так. Я заявила себя как Jewelry Edit, и поэтому вот так вот решила вам показать. Извините, что здесь нет именно шкатулки, я все разбросала по коробочкам, чтобы так вот вам все продемонстрировать и показать. Напишите ваше мнение, как вам мои украшения, как ваше отношение к тому, как я их сочетаю, мне будет очень интересно. Средится с вами в комментариях. Я всегда люблю ваши комментарии. Вы всегда в цель скажете, или мне даже дадите какую-то новую тему для новых видео. Спасибо за внимание, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь, мне будет безумно приятно, и встретимся в новых видео. Пока-пока!